Друзья, вы наверняка слышали, что американцы провели удивительный социальный эксперимент. Они разделили подростка и выпустили его мерзнуть на улицу. Ну, в смысле, без верхней одежды. Проверить, поможет ли ему кто-нибудь или нет. Наша Маша Себова сделала так же. Она взяла вот такую вот табличку. Мне холодно, допоможите, пожалуйста. И пошла с ней в народ. Результаты шоковали и Машу, и нас с Андреем, и всю редакцию. Кто чуйнейший, мы чи американцы? Зараз побачите. А нельзя тут? Ну, может, люди добрые. Уже вся другая. Чуды убедить, люди награют, пожалуйста. На улице 4 градуса. Помогут согреться или все-таки пройдут мимо? Я решила рискнуть своим здоровьем, посмотрев социальный эксперимент, проведенный в Нью-Йорке. На улице дубак. Так подросток в разодранной одежде стоит с табличкой, просит помочь согреться. Я была шокирована. На парня вообще не обращали внимания. За несколько часов к нему подошел всего один мужчина. На улице дубак. Может, и дождь пойдет? Я сама буду раздетым подростком и промерзну хоть целый день. Хочу доказать, что в Украине люди более отзывчивы. Но получится ли? Для эксперимента я выбрала пять точек, где тусуется разный контингент. Постою возле дорогого торгового центра, рядом с дешевым рынком, на площади, где вращается много молодежи, конечно же, на Майдане и... А пускай пятая точка будет сюрпризом. Где же меня охотнее согреют? Для начала перевоплощаюсь. Измазываю волосы и довожу до ума, так сказать, джинсы и футболку. Уже вызываю жалость? С красноречивой табличкой и мусорным пакетом отправляюсь к торговому центру. Вот и первый любопытный. А чем же они поможут? Не знаю. Куртку может дадут какую-то. Уже вся дорогая? Дорогая? Да. Ну, может, люди добрые. Какие сейчас добрые люди? Оказалось, все эти разговорчики были просто прелюдией. А нельзя тут чего-то? Конечно. Иди туда, на краю, пожалуйста. На краю? Да. Доброе. Не прошло и пяти минут, как меня прогнали. Я все-таки еще час промерзла на краю тротуара. Безрезультатно. Может, это зря я все затеяла. Передвигаюсь под недорогой базар. На стихийном рынке своя система распределения мест. Боюсь, не погонят ли меня отсюда сами продавцы. Они слегка обалдели от моего появления. И я уже приготовилась к атаке. Берю гривну с печальным лицом и стою дальше. А на душе-то уже радостнее. Думала, придется ругаться за место. А тут такое. Первые отзывчивые люди. Я простояла около получаса, а мне уже готовы были дать куртку, чай, кофе и денег. Я, конечно же, во всем им призналась. Это новый канал, проводит эксперимент. Мы смотрим на то, люди равнодушны или неравнодушны к человеку, который стоит раздетый на улице. Поэтому спасибо. И вот возьмите вы. Это эксперимент на самом деле. При поднятом настроении несусь греться в машину. И едем на контрактовую площадь, где всегда кучкуются студенты. С такой температурой на улице начинаю подмерзать уже через минут 15. Греюсь как могу. Эй, хоть кто-то, обратите же внимание. Спасибо. Тяк. Тяк. Спасибо. Спасибо. Ещё через пару минут подходит парень. А вы могли бы чайпать? Пожалуйста. А у вас есть куртка? Да, вот. Ну, а что вы будете там мерзнуты? Да, конечно. Да, что там. Шарф. И шарф. Я по вам. Эта женщина меня просто растрогала. Готова была отдать свои же вещи. Почему вы запросите в помощь? У меня сын занимается волонтёрством. И по ошибке женскую курточку прислали. Прислали? Как тебе передать? А как вам? Нет. А зачем полиция? Ну, потому что вы не должны тут стоять. За одну минуту вокруг меня собралась толпа. Одни хотят помочь, другие натравить полицию. А чё это за хрень? А чё это вон? Ой, почему хрень? А чё ты голая-то стоишь? Я уже начинаю слегка паниковать. Главное в этом деле вовремя признаться. Но всё-таки почему полицию? Кому я мешала? Посмотрите все туда. Подожди, а я откуда? Спасибо вам. Спасибо вам. Это новый канал, программа «Абзац». Можете так и сказать в полицию. Мы проверяем людей на неравнодушие. Вроде и карты раскрыла. А ко мне всё, подходят люди. Спасибо, подождите. Приконненько, приконненько. Вы поняли, что это социально... Мы поняли. Спасибо вам большое. Я тоже к вам. А вы тоже ко мне? Да. Это социальный эксперимент. Спасибо вам большое. Боже, ну всё равно это вам. Я честно, я на работе, вышла в обед, я думала ехать уже вам пальто из дома брать. Честно. Боже, спасибо. Разрывалось сердце. Боже, я сейчас буду плакать. Такие люди хорошие у нас. Напоследок ко мне подошёл ещё один дружок и пытался дать гривну. Я хочу дать вам рубль. Там бы ещё где-то два рубля нашибали бы. Вот. Садитесь на 115, нога шикает. Вот. И там социально дополно. А вы хотите взять чай? То мне дали прям два чая, и я не знаю куда. Может, вы захотите шиёшь? Это что, какой-то такой? Нет, я вам серьёзно... Я с удовольствием. У вас чай. Девушка, вы такая милая, что я у вас возьму... Сахар хотите? Возьмите. Вам что хорошее будет? И едет в офис, и себе... А, спасибо большое. Пошла, башла. Я, конечно, всем призналась и всем же вернула деньги. Спасибо вам большое, что вы помогли. Держите. Они вам нужнее. Спасибо. Дальше еду мерзнуть на главную площадь страны. Народу мало, а вот ростовые куклы и мужчины с голубями сразу давай коситься на меня, как на конкурента. Не буду обращать на них внимания. Что ты знаешь, это такая? Не акция. А почему ты разделась? Где курточку оставила? У меня нету дома, поэтому у меня нету и курточки. Я не деньги собираю, мне нужна одежда. Сколько лет? 16? Ну да, 15. Вот я вот курточку, и у нас тёплое место. Идти с незнакомцами в тёплые места я не готова. Вы в полицию позвали? И эти со своей полицией. Девочка маленькая по возрасту. Все поверили, что мне 15 лет. Даже неудобно как-то. Среди полиции я делаю. Да, переход. Адрес сейчас будет 5. Ну всё, пора открывать карты. Это был социальный эксперимент. Спасибо, что вы отреагировали. Вот это хорошо, спасибо. И мне 25 лет на самом деле. Преклассно. Да, я просто хорошо сохранилась. Я всегда заботился о людях. Спасибо. Но это птица не... Под вечер в городе похолодало ещё сильнее. Может, минуса пока и нет, но зубы уже стучат. А вот я иду туда, где должны очень нервничать, когда видят, что люди мёрзнут. Делаю ставку на профессиональные качества. Мне очень холодно, выдержало минут 40, ноль реакции. Ну ладно, энергетики, главное, чтобы в квартирах нас грели. Я не в обиде. Если честно, я довольна. Мне удалось доказать, что в Украине люди более отзывчивы, чем в Америке. И замёрзнуть раздетому ребёнку на улице не дадут. Теперь вот главное не заболеть. Кстати, друзья, фото Маши уже день висит в наших социальных сетях. Ну вот прямо так, знаете, смотришь на эту фотографию, прямо так хочется подойти и обнятия подарить. Друзья, снимок уже зібрав в Инстаграме понад 4000 лайков. Ну а вы допомогли подлитку, что мерзне на улице. Чекаем ответы на страницах Абзацу ВКонтакте и в Фейсбуке. До речи, уже несколько людей написали, что готовы допомогти Маши в незвучный способ одружиться на ней. Ось так оно вразило. Неплохо. Знаете, не для вас наш цветочек расцветал здесь. Продолжение следует...